Добрый день, дорогие телезрители! В эфире «Город женщин». Сегодня пятница, 9 февраля, и с вами мы, Сарглана Амосова. Добрый день, Юлиана Ким. Здравствуйте. И я, Мария Павлова. Медленно, но верно трескучие морозы наконец-то сдают свои позиции. Уже не минус 45, не густой туман, и это очень радует. И за горами весна красная, и уже хочется ярких красок, солнца. Интересно, а почему мы так зависим от ярких красок? А знаете, где больше всего сегодня красок? Так это в Бразилии, потому что именно сегодня в Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал. Самый эмоциональный, яркий, красочный праздник в Бразилии. Сегодня мы узнаем о влиянии цвета на нас. Мы узнаем, какие цвета нам помогают быть спокойнее, счастливее, умнее или активнее, кому чего не хватает. А также люди, которые в этом хорошо разбираются, могут узнать о человеке очень много, не только по внешнему виду, но и по его аккаунту в социальных сетях. Цвет и настроение назвали мы свою тему. Всем доброго дня, и мы начинаем! Дорогие телезрители, сегодня у нас в студии будут очень интересные гости. Признаемся, мы их пригласили сюда, чтобы зарядиться порцией хорошего настроения. А перед тем, как мы начнем их приглашать, предлагаем начать передачу с нашей традиционной рубрики «Фабрика идей» от Юлианы Ким. Уют в доме складывается из множества мелочей. И особенно приятно, если такие мелочи не только красивы, но и полезны. Давайте сегодня с вами сделаем ограничитель для двери. Что это такое, спросите вы. Нередко, если особенно у вас маленькие дети, они боятся ночью спать при закрытых дверях. Тогда вам стоит поставить ограничитель, и он будет надежным, так сказать, игрушечным охранником вашего ребенка. Я предлагаю сделать сегодня ограничитель в виде кота. Вы можете сделать в виде любого животного, но желательно, чтобы это было домашнее животное. Ведь домашнее животное чаще всего охраняет наш дом и уют. У меня есть такие заготовки, это шаблоны. Кошечка, голова и туловище. Для того, чтобы начать нашу поделку, нам нужно приготовить материалы. Это у нас ткань, хлопковая ткань. Половина хлопковая 100%, и половина у нас 50% лен, 50% хлопок. Вообще, ограничители для двери, они имеют особую форму. Они должны быть именно в форме конуса. Для чего? Для того, чтобы они были устойчивы. И наполнитель тоже должен быть особый. Для этого вам понадобится либо песок, либо какая-нибудь крупа. Рис или гречка, какая у вас есть. Я сейчас буду переводить шаблон на ткань с помощью карандаша. Высота моего котика будет 47 см. Затем я прошью все это на машинке. И буду наполнять холофайбером верхнюю часть, а нижнюю мы положим рис. Для того, чтобы котик наш был устойчивый. Также у меня есть круг такой, это вот у нас будет донышко. Мы его подошьем снизу и не забудем про хвостик. А также мы украсим ленточкой шейку нашего котика и приклеим красивые вот такие цветочки. Значит, мордочку мы будем рисовать акриловыми красками. Вот такой акриловый контур, черный. И будем приклеивать различные бусины. Ну и также вам для работы пригодятся иголки, нитки, швейная машинка и ножницы. Ну а я пока начну. Итоги покажу в конце передачи. Так интересно, традиционно мы увидим все только в конце передачи, дорогие телезрители. Так что набираемся терпением. Девочки, сегодня мы говорим о цвете. А вот какого цвета помещениях вы любите находиться? Ой, готовясь к передаче, да, я вообще была так рада, что у нас такая тема. Потому что мне вот неинтересно. Я люблю находиться в светлых помещениях. Чтобы там было такие теплые оттенки. А вот если стены темно-розовые или красные, я чувствую себя не в своей тарелке. Комфортно, да? Да, у меня тоже дома окружают только светлые тона. Мебель вся у меня в белом. Говорят, что белый цвет, он успокаивает и придает сил. Об этом психологи многое наверняка могут сказать. Доказано, что цвета в интерьере могут формировать настроение, оказывается. А также с помощью света можно маскировать недостатки интерьера и совершенствовать его дизайн. Об этом поподробнее нам расскажет наша первая гостья. Архитектор-дизайнер, феншуй-планировщик, основатель компании Тривиди по изготовлению корпусной и дизайнерской мебели и Юлия Ширгина. Добрый день, Юлия. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей уютной студии. Я тоже очень рада, что попала к вам. Я мечтала буквально с ноября месяца к вам попасть. Так что мечты осуществляются. Действительно, оно так. Вот расскажите, какие цветовые тенденции в интерьере актуальны вот в этом сезоне? Ну, как всегда, пастельные тона все равно, они всегда идут впереди. А так, конечно, в этом 2018 году красные какие-то акценты только. То есть стены не надо красить в красный цвет, просто акценты. В мебели, может быть, даже в текстиле можно использовать красный цвет, все. А так, насчет тенденций, я вообще даже не смотрю на эти тенденции, так как для именно заказчиков моих, я смотрю только для их. То есть, что они будут делать именно в своем доме? Будут отдыхать или наоборот, будут ли вести какую-то работу? Работать. Вот отсюда возникает у нас вопрос, как вы ведете предварительную работу? Наверняка же надо потеснее познакомиться с заказчиком, узнать его поближе. Да, конечно, обязательно все равно проводится анкетирование, что они будут делать именно дома, во сколько они приходят обычно дома и вообще будут ли работать дома. Все это зависит и, конечно же, зависит от количества, кто будет жить в этой квартире. Возраст, профессия тоже учитывается? Обязательно учитывается и профессии, и возраст. А есть такое то, что у тех, кто такая суета на работе, хотят дома спокойствия, и наоборот, у кого спокойная такая сидячая, возможно, работа, хотят дома ярких красок. Есть такая тенденция? Да, есть, конечно. Говорят, что все это зависит от комнаты. В какой комнате можно использовать наоборот активные тона, да? А может быть, спальня, наоборот, использовать теплые какие-то оттенки. На ваш взгляд, вот спальня, да, у нас это вот именно место, где мы отдыхаем. Какие цвета есть хорошие? Ну, конечно же, почему-то у нас в Якутии главную роль играет именно слоновая кость и бежевые тона оттенки, то есть теплый кофе с молоком, например. Да, вот у меня как раз-таки так. Вот как раз и этот цвет именно придает человеку спокойствие и, так сказать, успокоение. А вот говорят, что в детской комнате для гиперактивных детей надо использовать такие цвета поспокойнее, и наоборот, для слишком спокойных детей это какие-то яркие акценты, да? Да, да, да. Совершенно верно, надо использовать, конечно, если гиперактивный ребенок, конечно, надо использовать более тонкие эти тона, ну, пастельные имеются в виду. Но цвет в детской комнате лучше использовать не только на стенах, но и на мебели, ну, и на игрушках. Поэтому надо там очень тонко к этому подойти. Это прям целая психология. Да, да. Вот вы еще являетесь фэн-шуй-планировщиком. Со стороны фэн-шуя вы тоже смотрите, да, вот где там, какой угол правильный, неправильный, где что поставить. Да, это очень довольно-таки, конечно же, считается историческое, истесляемое тысячами лет закон, так сказать, энергии. Поэтому каждый год меняется, по идее, меняется и расположение, так сказать, телевизора. Поэтому мы пытаемся в проекте предусматривать несколько вариантов расположения телевизора. Потому что телевизор активирует зону. Ну, это по фэн-шуй и все это дело. Да, я считаю, что это очень хорошо работает, потому что даже вот у моих знакомых до ремонта у них было не все очень гладко. Они сделали ремонт, они как-то вот им тоже посоветовали, как сделать, и сразу все стало очень гармонично. Да, надо на это внимание обращать обязательно. Да, очень, да, очень надо обращать внимание, поэтому, так как каждый год меняется все, поэтому. Да, а вот бывает то, что, вот я нередко работаю дома. И у меня есть только одна комната, где я могу работать. Да, вот если у меня есть зеленая комната, есть бежевая, там я вообще ничего не могу делать. А кухня, она у меня желтая. Ух ты. Да, и там я прямо творю, могу все, что угодно делать. Вот именно этот цвет на меня так влияет? Да, 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 этот цвет, именно желтый, это как раз к творчеству очень подходит. Да. Так интересно. Ну, и хорошо, значит, для кухни можно творить не только там какие-то свои проекты, но и вкусные блюда. Да, 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 совершенно верно. А есть такие цвета, которые подходят вот именно к кухне, гостиной, как-то разделяется? Ну, можно разделить, можно и не разделять. Все это зависит от жителя этой квартиры. Стоит ли вообще этим задаваться вообще? Поэтому все очень индивидуально. А что вы советуете своим клиентам? Я обычно смотрю на их, при разговоре уже ощущается, что человек довольно-таки активный, довольно-таки спокойный, все равно ощущается. Поэтому я им сразу же предлагаю, спрашиваю, какой цвет вам нравится. Все, от этого отталкиваемся. Ну, вы тонкий психолог, да? Да, да. Чтобы вам еще надо человека понять. Сейчас тенденции в моде открыто делать студию, то есть совмещать кухню и зал, или же сейчас как-то отходят от этого заказчики? Все это зависит тоже, как говорится, от, так скажем, заказчика, потому что если открываем мы зону, допустим, гостиную совмещаем с кухней, все это зависит от их поведения в жизни. То есть они, у них, насколько часто бывают с ночевкой друзья, родственники или кто-ли, если, конечно, часто бывают родственники, их надо куда-то располагать, поэтому, мне кажется, лучше не разделять. А детали какие вы советуете использовать? Детали именно в интерьере? Да, в интерьере. Ну, все это тоже зависит от... Все это, конечно, индивидуально, но все-таки. Да, да, но все-таки все зависит... Все-таки... Какие-то особые шеры, подушки, кубрики. Да, конечно. Да, хорошо вообще, когда много цветных вещей в доме. Ну, это все зависит от, даже, можем сказать, от времени года. Допустим, зимой лучше использовать, конечно, яркие тона, ну, текстиль, какие-то детали, потому что все-таки зима у нас очень долгая и холодная, и лучше уже добавить каких-то ярких цветов. Это будет нам поднимать настроение. Да, поднимать настроение. А дома можно хранить искусственные цветы? Вот сейчас очень красивые делают копии цветов. Об этом мы поговорим сразу после рекламы, после которой продолжим небольшая рекламная пауза, дорогие телезрители. Приветствуем вас в городе женщин. И сегодня у нас в гостях архитектор-дизайнер, феншуй-планировщик, основатель компании Тривиди по изготовлению корпусной дизайнерской мебели и Юлия Ширгина. Мы говорим о цветовых тенденциях, решениях и получаем практические советы от профессионального дизайнера. Юлия, расскажите, пожалуйста, что у вас за компания, как давно вы на рынке, какие у вас фишки? Ну, начинали мы с 2006 года. Я начинала по проектированию интерьеров. И через 6 лет мы начали изготавливать корпусную мебель. Мы все по нашим проектам делаем корпусную мебель для своих же интерьерных проектов. То есть у вас можно все сразу подключить? Да, все сразу подключить. Можно осуществить ремонтные отделочные работы. Да, как удобно. Как хорошо. А какая сейчас мебель? Из какого материала наиболее актуальна? Пользуются популярностью? Популярностью, конечно же, из массива. Но мы делаем не только из массива, но и из ЛДСП, из МДФ. Я вот сейчас хочу, пользуясь случаем, мне это самой очень интересно, вопрос про зеркала. Это же очень такой предмет интерьера, к которому надо аккуратно относиться. А вот говорят, что входная дверь открывается, зеркало должно стоять впереди. А вот где его лучше поставить? С точки зрения феншуй, конечно, его поставить на нехватающей, скажем так, зоне. Это, конечно, делается по аудиту квартиры, если там не хватает зоны именно. Но если, конечно же, требуется вешать зеркало именно где надо, то есть рядом со входом или где-нибудь сбоку, то, конечно, можно вешать. То есть вы даже можете сделать аудит, да? Да, я вам обязательно подойду после первички. Да, конечно. Аудит, мебель, все сразу, да? По какому адресу вы находитесь, где вас найти, где ваши работы можно посмотреть? Нашу работу можете посмотреть в аккаунтах Айширгена и Тривиди мебель. Но мы находимся на улице 50 лет советской армии, 5, ТВЦ, Саха, мебель. А вот атмосферу и интерьер дома создают не только вещи, но и растения. Да. А вы, ну, какие растения рекомендуется держать в доме? Какие делают хорошее настроение? Ну, конечно, фикус, скорее всего, самый главный. Я считаю, что с точки зрения даже феншуй, он неплохое растение. Поэтому, начиная от фикуса, заканчивая от любимых цветов. Да, а вот сейчас денежное дерево, да, вот толстянка, оно благоприятно, если оно в доме? Да, оно очень благоприятно, так как его листья округлые, следовательно, они похожи на монеты. А в спальне можно ставить такие же вырасти? Нельзя, да? Нет, нельзя. А я еще слышу то, что телевизор тоже не рекомендуется в спальне. Не рекомендуется. По идее, не рекомендуется. Да, но у всех есть. Да. Ну, все ставят, именно напротив кровати. Да. А Юля, скажите, какой был самый интересный проект, который вам прям самой понравился, такой азарт или необычный, может? Все проекты для меня очень азартные и они очень интересные, поэтому я никак не могу выделить что-либо. Какие проекты легко исполняются? Вам дают фантазию или же где говорят конкретно хочу вот так, хочу вот так, хочу в таком цвете? Где не ограничивают. Да, где не ограничивают. Нет, дело в том, что где не ограничивают, бывает тоже иногда неинтересно. Обычно мне интересно, когда заказчик знает свое, что хочет. Но мы с ней спорим, может быть, даже где-то местами я ее приостанавливаю, например, да, заказчика имеется в виду. Или наоборот, говорю да, это подходит. То есть подтверждаю ее видение. А как вы относитесь к фотографиям, вот, допустим, фотографии живых людей на стенах в доме? Фото рамочки. Да, это хорошо. Которые сейчас очень модно. Ну, фото обои, да, сейчас вернулись. Ну, фото обои, в принципе, можно, но, как сказать, это особо не регламентируется. Просто с точки зрения, опять же, нашей его феншуя, да, скажем так, семейные фотографии лучше хранить со стороны востока. То есть с восточной стороны дома. Так будет лучше. Где зона семьи? А вот еще говорят, что нужно больше округлых форм. Вот как у нас в студии, видите, все красиво, все кругленькое, да, меньше углов. Это эти советы действуют на всех или, опять-таки, тоже индивидуально? Все индивидуально. А вот как думаете, в последнее время, как вы и сами сказали, больше стало актуально такие нюдовые цвета в интерьере? Почему? С чем это связано? Ну, не могу сказать точно, но все равно цвет влияет на человека, поэтому с этим очень надо осторожно быть. А вот я спокойная. Какие мне цвета добавить к себе? Ну, вот, какие-то цвета, чтобы растормошить себя, может? Чтобы с утра мне просыпался, хотелось не сразу танцевать. Какие цвета добавить? Я бы не сказала, что перекрасить цвет стен, да, просто можно обойтись только деталями, как вы говорили, шторы текстильные, допустим, подушки или цвет мебели. Все. Какой цвет? Какого цвета? Какого цвета именно? Вам подойдет оранжевый. Оранжевый? Я, видимо, чувствовала и сегодня так оделась. И чувствую себя сегодня, да, близкий цвет к оранжевому. Все-таки, вот, возвращаясь к вопросу про цветы, можно ли дома хранить искусственные цветы? Нельзя с точки зрения фен-шуй. А так, в принципе, если вы не против всего этого, то почему бы и нет? Если не верите, то можно все, да? Да. Спасибо большое, Юлия, за ваши практические советы, что погостили у нас в студии. Мы желаем вам удачи и творческого полета во всем. Спасибо большое. Спасибо. А далее у нас будет рубрика, которая вызовет улыбку у каждого. Наша рубрика называется «Дети», а ее героем может стать каждый наш телезритель. Вам нужно всего лишь отправить нам фотографию вашего малыша, но предупреждаем, что это не конкурс, а просто наша видеорубрика. А кому сегодня три месяца, а? Кому сегодня три месяца, а? Да-да-да. Стефания. Вот, как это. Шарики у нас такие. У-у-у-у. Праздничный торт. Ты? Стеша. Ой, Стефа. Стефа. Иди-ки-ки-ки-ки. Али-ки-ки-ки. Стефа, где твоя коронная улыбка? Ну все, на этом все. Наш обзор конфет закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока. До следующих видео. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Так, лайки так. Дорогие телезрители, обязательно ставьте лайки нашим юным героям И отправляйте видео своих детей А мы продолжаем нашу передачу Сейчас в студию к нам зайдет девушка с золотыми ручками и безграничной фантазией Кто бывал на ее даче, подтвердят Оговорюсь сразу, дизайн, живопись, декораторство не является ее профессией Красота живет в каждом метре ее дачи Татьяна Михайлова, добрый день, Татьяна Добрый день Вот мы посмотрели ваши фотографии, которые вы отправляли нам У вас дача прямо в таком сказочно-деревенском стиле Когда вы это начали? Почему именно такой стиль? Дачу мы приобрели 4 года назад Дача построена была в 1985 году, то есть это во времена советской эпохи И когда я увидела, когда я туда зашла, я поняла, что эту эпоху нужно поддерживать и сохранить И с этой целью я решила оформить дачу в деревенском стиле И создать такую атмосферу, когда мы приезжаем к бабушке в деревню И вот такая вот душевная, уютная атмосфера с какими-то, знаете, советскими деталями То есть я из родительского дома привожу различные, ну, как сказать, предметы декора уже теперь, да? Потому что диафилиум, как бы так старинный советский телефон, проигрыватель То есть все это вот элементы моего счастливого детства и они создают Вспоминаете свое детство, да? Да, такое вот душевное тепло вызывают, поэтому я вот решила сохранить этот, ну, как А как вы все это делаете? Вы, я знаю, вы придаете вторую жизнь старым вещам Да, я увлекаюсь тем, что я даю новую жизнь старым вещам Потому что дача это такое место, куда мы привозим вещи, которые не жалко, да? И использую разные техники, то есть в технике декупаж оформляю Или они будут интересны, наверняка То есть декупажу подвергаются не только какие-то детали, да? Даже вот бочка элементарная для воды То есть все оформляется это в едином стиле Это вот мы видели там расписную большую бочку, это в стиле декупаж? Да, это на самом деле салфетки просто приклеенные, закрепленные лаком И такая, как сказать, форма оформления, она очень даже удобна Потому что не подвергается все это, как сказать, атмосферному воздействию Только единственное может выцвести, ну как, на солнце может выцвести Надо просто обновить это периодически Помимо прочего еще техника есть лоскутное шитье, ну вязание, да? То есть плетеные коврики Вот вы принесли с собой детали, коврики, да? А вы это все раньше умели, да? Или вот только научились, когда дача появилась? Да, когда появилась дача, потом это все-таки вот духовное созревание идет, да? Да, с возрастом, скажем так И во время, как сказать, приобретения дачи совпало с рождением третьего ребенка И во время декретного отпуска у меня появилось время И всю свою, как сказать, сублимировала энергию, да? Направила на творческое русло И вот у меня пошло-поехало Прямо все совпало, да и дача такая советская А вот мне интересно, а ваша дача, ваши квартиры похожи? Или это совершенно разные? Это совершенно разные атмосферы Потому что все-таки на даче хочется как-то вот душевного тепла А городская квартира, она в неклассическом стиле у нас оформлена Ну, больше классика, такие спокойные тона Скажем так А вот то, что вы с собой принесли, это вот из чего сделано? Это тоже переделка? Это все переделка старых вещей То есть, что мы делаем, да? Вот деточки у нас подросли, старые шапочки остались Я все это распарываю и, значит, превращаю их вот в такие подушечки То есть, вот я могу сказать, что дочка носила эту шапочку, да, конкретно А, я думала, вы это связали А так бы шапку забросили и забыли бы, да? В качестве наполнителя, да, для подушек Я изготовила очень много подушек для садовой мебели, чтобы удобно было сидеть Из, значит, старых предметов, это, ну, вещей Синтепоновые куртки, они разрезаются на мелкие кусочки Объемные свитера, да, то есть, все это же выбрасывается, как бы Ну, зачем нам горы мусора превращать, если можно дать вторую жизнь И вот таких подушечек я изготовила великое множество То есть, все это, оно сделано из... Я бы никогда не подумала, что это шапка Бывшая Причем старая Для садовой мебели оно, как бы, ну, не жалко И внутри тоже эта куртка, да? Она такая... Да Разные наполнители бывают Не только куртка, это может быть и... А что еще Татьяна сотворила своими руками Мы узнаем сразу после рекламы После которой увидимся Еще раз добрый день, дорогие телезрители Вы смотрите Город женщин И сегодня у нас в студии в гостях девушка Татьяна Михайлова Чья дача вдохновила наверняка многих на переделку старых вещей Вот, например, вот так вот из старых шапочек можно сделать такую красивую подушечку Вот у нас есть коврики даже И, Татьяна, мы знаем, что вы еще переделываете мебель Да, я считаю, что вообще моя жизненная позиция такая, что не обязательно покупать дорогие какие-то предметы, да? Можно вот, имея вкус, имея теоретическую базу знаний какую-то вот в области дизайнов интерьеров, да? Можно придать обычным предметам из Икея какой-то такой классический образ А у вас есть художественное образование какое-нибудь? Нет, художественного образования у меня нет Разве что я для себя получила, ну, как сказать, сертификат об окончании курсов основы дизайна интерьера А, для хобби своего, да? Угу И вот про мебель Про мебель Ну, мебель сейчас у нас на рынке продается великое множество возможностей, да? Чтобы придать мебели какую-то, ну, как сказать, переделать мебель под определенную стилистику Допустим, вот можно обычный столик из Икея перекрасить баллончиком какой-то бронзовый оттенок И он уже обретает другой обрез Дать изюминку Да, и он становится модной тенденцией сейчас Хромированная мебель какая-то вот Она сейчас, ну, как в моде, актуальна И, ну, можно подогнать под стиль Смотрите, а если, вот это дача, это понятно, там можно брызгать А если я хочу у себя в квартире что-то сделать Можете посоветовать краску, которая быстро сохнет и не пахнет? Краску конкретную Акриловые краски, да, на водной основе Они, в принципе, как сказать, безопасны в использовании Только единственное, нужно учитывать, что вот Есть распылители акриловые, а есть краски, которые наносятся с помощью кисти То есть если это аэрозоль, то она не оставляет разводов А в случае, если это акриловая краска, то она, естественно, там кисть все-таки оставит следы А вот у нас сегодня тема называется цвет и настроение Какой у вас любимый цвет? И вот у вас дача такая яркая вся Дело в том, что, то что касается обустройства дачи, да, здесь вот я использую яркие радужные оттенки Почему? Потому что дети у меня подростки уже, на дачу уже не хотят И моя задача, как сказать, их привлечь туда, заманить, чтобы они не только сами туда, но и своих друзей привели Поэтому очень важно создать на даче атмосферу ярких радужных красок И сохранить в памяти детей образы такие вот положительные, позитивные, да У каждого у нас есть теплые какие-то воспоминания, да, о детстве И вот я тоже пытаюсь вот создать, чтобы они вот уютно им было, хорошо им было Чтобы они туда с удовольствием ехали и радовались Находились там, ну, чтобы уютно им было, комфортно У вас в основном, я смотрю, все в стиле Прованс, да? Или Шебешик? Нет, это деревенский стиль, Шебешик это другое, да Это больше деревенский стиль Кустик, да? С рустикальными элементами и с элементами русского народного творчества Почему? Потому что дача у нас находится, она засажена плодово-ягодными культурами Красная смородина растет, бузина, черемуха То есть эти все культуры, они вот цветут и напоминают все, значит, мотивы городецкой росписи Хохламской росписи То есть этот фактор я тоже учитывала То есть это было отправной точкой, чтобы поддерживать Откуда вы вдохновляетесь, где черпаете идеи? Ну, в Инстаграме сейчас Сейчас проблема вдохновения такого нет В Инстаграме множество есть, как сказать, страниц Люблю смотреть людей, которые любят свой дом, как бы единомышленников, да? Для которых очень важно, что уют в доме это ключевой Что бы вы посоветовали нашим телезрительницам, чтобы обустроить свой дом, сделать его уютнее? Вы знаете, я считаю, что дом это отражение, да? Визуальное отражение нашего внутреннего мира, уровня духовного развития И каждый оформляет это не в соответствии с тенденциями моды А так, как он хочет сам По зову души То есть, да, по зову души, по уровню развития Допустим, если дом, то в моем понимании это классический стиль Я люблю все классическое Литературу люблю классическую Мне нравятся питерские дворцы То есть, как бы, вот, это мне близко А есть дача, помимо этого То есть, там вот деревенский уют Я бы хотела, ну, как Дает ощущение такого, ощущение детства Иллюзию детства создает Поэтому, вот, такие моменты Такая сказка, да? Спасибо большое, Татьяна, что погостили у нас в студии Что поделились своими секретами Что вдохновили нас Спасибо Мы желаем вам удачи во всем Дорогие телезрители, мы продолжаем И сегодня в рубрике «Муза и музей» Мы будем говорить о работах человека Чья жизнь очень тесно переплетается с музеем Когда художник был молод, музей формировал его как личность Как живописца А в зрелую пору он уже возглавил коллектив музея Мы все говорим о Викторе Петрове Одно из первых появляется в творчестве Виктора Петрова Серия репортажных картин Посвященное строительству алмазного мирного города Который еще не значился на карте А тема малой родины, красоты родной Якутии Всегда была неотъемливой частью его творчества Картина «Журавли» Художник выбрал такой неожиданный ракурс Где показывает ощущение свободы и полета И выбирает очень чистые, без примеси краски Звучные, говорящие, поющие И вот это чистое-чистое небо, кроны берез, которые устремлены ввысь И парящие журавли Путешествия на лодках вдоль берегов реки Лена Самосплавом с другом живописцем Михаилом Лукиным Были чрезвычайно плодотворными Полноводная река стала для Виктора Петрова своеобразной рекой жизни Она открыла ему неисчерпаемые возможности пейзажа Картина «Лена осенняя» Такими очень крупными мазками фактурно выписывают различные формы Ну вот, например, белый снег с синим оттенком Который такой вот шапкой лежит на вершинах гор Свет, пробивающийся между очень тяжелых и темных туч Это такое показывает художник переходное время осени к зиме Конечно же, тянется как река жизни наша река Лена Сегодня лучшие произведения Виктора Петрова по праву входят в якутскую национальную сокровищницу 21 февраля откроется персональная выставка художника поэтика живописи Где среди других работ впервые будет представлена дипломная работа мастера Сходите, прикоснитесь к прекрасному Счастье мое белым облачком летит в жаркий летний день А я бегу по земле, по зеленой траве муравей И ловлю его легкую тень Многие наши якутяне известны и прославляют республику далеко за ее пределами И этот факт не можешь не радовать Особенно на подобные события была богата эта неделя А что же случилось, мы узнаем в нашей традиционной рубрике новости из Инстаграм На этой неделе состоялась премьера якутского молодежного фильма о любви Мои белые ночи Это картина о студентах, которые случайно встречаются и меняют жизнь друг друга Потрясающие саундтреки прекрасно дополняют историю первой любви Берите свою вторую половинку и бегите в кинотеатр, чтобы вдоволь посмеяться и отлично провести время Обладательница самого большого числа подписчиков в России Ольга Бузова продолжает интриговать своих поклонников Намекая на отношения с Тимуром Батрудиновым Ускользая от конкретного ответа и всячески подогревая слухи о романе Будем надеяться, что скоро репертуар певицы пополнится песнями о счастливой любви Мне нужно хлопать глазами Жители села Этыкёль покорили кубанское телевидение, появившись в их утренней программе Татинский улуз откликнулся на просьбу отправить приветствие Краснодарскому краю Наши земляки подошли к делу очень ответственно Вот такой вот населённый пункт на букву И, которым теперь многие гордятся и восхищаются Спасибо вам, дорогие наши тык-куёльцы! Это потрясающе! Такие открытые, позитивные люди! Что-то просто невероятное творится! В душе приезжайте, пожалуйста, к нам в гости! Ещё одним поводом для гордости на этой неделе стал Вячеслав Макаров Родом из Якутии, продемонстрировав феноменальную способность на Первом канале в программе «Я могу» Он безошибочно вычислил страны соседей по контурам границы Ведущий Леонид Якубович вручил Вячеславу денежный приз Валерия Авилова стала девушкой недели по версии одного из самых крупных республиканских сообществ в интернете Якутиан Бьюти В Инстаграме девушка очень популярная и покоряет подписчиков красотой своих глаз Помимо этого, любит путешествовать и знает иностранные языки А новость о том, что у группы Snow Voice появился четвёртый участник Не оставила равнодушной ни одну фанатку На своей странице в Инстаграме они официально заявили о пополнении Счастливчика зовут Иван Ширяев Ну что же, теперь состав покорителей «Сердец» пополнился Ждём от парней ещё больше хитов и танцевальных движений Пользуя случаем я хочу вам рассказать, телезрители, то, что наши коллеги из передачи «Новый день» Сегодня отправили кубанцам очень красивый чурон А также мы хотим поздравить наших коллег с 14-летием передачи «Новый день» Она уже 14 лет радует каждое утро наших якутян Всю республику будет Всю республику будет Желаем вам творческого полёта Да, вот сегодня мы говорим о цвете, да Но мы взяли только про интерьер, да Но ещё очень важно, что сейчас в век новых технологий, когда все есть в социальных сетях О вас, о вашем настроении, о вашем характере могут рассказать очень многие ваши социальные сети После рекламы к нам сегодня присоединится психолог Ещё я бы хотела сказать, девочки, вы знали, что многие большие компании, когда проводят собеседование с человеком, они спрашивают у него аккаунт социальных сетей Это что, да? Да, и они могут Это некое резюме, да? Это некое резюме, да Сейчас социальные сети стали у нас самопрезентацией Если вы хотите, чтобы все узнали о том, что какой-то вы замечательный и интересный, рассказывайте об этом в социальных сетях А вы насколько активно ведёте свои сети? Ну, я стараюсь почти каждый день выкладывать что-то, потому что я вяжу корзинки И вот то, что я сделала за сегодняшний день, я стараюсь запустить Да, знаешь, что я увидела? Вот ты же помнишь, у нас вязала очень красивый плед, да? Я видела то, что у тебя уже около пяти тысяч просмотров на ютуб Да, да И вот если вам нужно, наверное, повторили этот коврик или плед Здорово А я вот не очень активный пользователь социальных сетей, если честно, вот выкладываю от силы раз в неделю Могу там два раза в неделю Девочки, знаете, что для посуды тоже цвет имеет значение? Вот, например, если тарелка зелёная, она будет увеличивать ваш аппетит Да, а сейчас, да, чтобы меньше есть Да, сейчас у нас скоро будет весна, тогда надо кушать синие тарелки Здорово А об этом подробнее мы после рекламы С вами передача «Город женщин» и рубрика «Полезный инстаграм» Сегодня мы говорим о цвете, о его влиянии на человека Тема, согласитесь, очень интересная А чтобы тщательнее в ней разобраться, сегодня я пригласила психологу Психолога Диляру Ческидову Здравствуйте Я очень рада вас видеть в студии Я тоже рада вас видеть Да, и вот я хочу узнать Социальные сети у нас очень плотно вошли в нашу жизнь Многие стремятся рассказывать о себе И как это влияет на нас, на наше общество? Я бы сказала так, что это влияет И влияет как и в положительную сторону, так и, наверное, в отрицательность С положительных сторон можно отметить то, что информация стала доступнее Мы можем общаться с теми людьми, с которыми мы, допустим, закончили общение очень давно Мы можем находить своих родственников Мы можем находить единомышленников В инстаграме, в социальных сетях Из минусов я бы сказала, что у нас пропадает критичность мышления То есть мы все чаще становимся, ну, такими, условно говоря, жертвами Массовых каких-то, да, таких вещей Наверное, это вот такой большой очень минус Плюс ко всему у человека, который активно живет в соцсетях Как ни странно развивается такой невроз Легкой степени, можно так сказать, да И, может быть, депрессия, потому что он начинает сравнивать себя и свою жизнь С теми фотографиями, с теми образами и картинками яркими и очень красивыми Которые присутствуют в инстаграме и в соцсетях Да, вот как избавиться Вот мы, допустим, сидит такая девочка, да Хочет красивой жизни Видит в инстаграме все как, все красиво Ну и расстраивается, что невозможно не так А как пройти в гармонии, чтобы не было такого? Да, это очень понятно Потому что, когда начинаешь сравнивать свою жизнь обычную и то, что представлено в инстаграме А нужно понимать, что в инстаграме и в соцсетях мы представляем самые лучшие наши фотографии Самые лучшие моменты в жизни И поэтому, конечно же, на фоне этого всего наша жизнь как будто бы проигрывает И вот есть такое понятие в психологии Оно называется я-концепция Оно состоит из двух вещей Я реальная и я идеальная Так вот, совет тем, кто хочет, наверное, подобраться к этому идеалу Просто вкладываетесь в свою реальную жизнь Обращайте внимание на то, что у вас есть Вкладывайтесь в настоящее общение И тогда, наверное, это я идеальная, оно станет более достижимым А вот если мы хотим узнать человека получше Прямо неужели можно по социальным всем узнать его? Может быть, не столько узнать, сколько составить о нем впечатление И посмотреть на его ценности Потому что, опять же, те фотографии, которые выкладываются Очень много могут сказать о человеке Начиная от его аватарки, что он выкладывает Выкладывает ли он себя Выкладывает ли он себя как пару с кем-то Или детей Или какие-то абстрактные картинки Уже может нам дать какое-то представление о человеке Опять же, в каких сообществах он состоит Что он любит, какую музыку слушает Какие пишет комментарии То есть очень много можно сказать о человеке Когда ты смотришь просто его соц. страниц Да, а вот я не раз натыкалась на аккаунты Где человек постоянно публикует только свои фотографии И то это вот селфи Когда он все так фоткается Наверное, что-то можно о таких людях сказать Ну, я думаю, что все как-то Даже те, кто не обладает знанием психологии Как-то подспудно догадываются Что что-то здесь не так, наверное Но дело в том, что мы сейчас живем Как мне кажется, в таком нарциссическом обществе Когда это очень активно пропагандируется Когда мы выставляем себя на показ Потому что мы очень долго жили в закрытом обществе Очень долго было нельзя или стыдно говорить про себя А сейчас такая маятник такой качнулся в другую сторону И сейчас вот такая эпоха Когда мы выкладываем себя, 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 еще раз себя Что можно сказать о таком человеке Который постоянно выкладывает себя Ну, как будто бы Если глазами психолога говорить А мы же такие, да? Сразу ищем о всем подвох То, наверное, такой человек Очень сильно нуждается в отражении В отражении в том, что он есть Потому что это базовая потребность человека Когда ребенок рождается Ему очень важно, чтобы мама и вообще родители Его отражали Говорили, что ты есть, вот ты хороший Мы тебя любим И те люди, которые не получили достаточное количество этого в детстве А может быть, совсем не получили Наверняка таким образом пытаются как-то восполнить этот пробел Восполнить эту дыру Но штука в том, что она не восполняется И поэтому чем больше дыра, тем больше селфи А вот селфи А если совсем другая сторона Которые фотографируют Вот мой красивый стаканчик с кофе Вот очень красивый лес Ах, какая красивая сегодня погода А такие люди, которых вообще нет в их профиле Просто то, что их окружает Однозначного ответа, конечно, дать Как диагноз Его дать нельзя Но на что можно сказать Если это какие-то статусные вещи Посмотрите, какая у меня еда вкусная Посмотрите, какой у меня там вкусный кофе Самый лучший, я не знаю, в кафетерии куплен И посмотрите, какая у меня машина Такой человек, опять же, нуждается в признании Потому что он как будто бы себя отождествляет С теми вещами, которые он предъявляет миру В платье, самое лучшее, я не знаю Кофе и так далее Природа Это один момент Либо он может быть Скажем, очень закрыт И он не хочет себя активно продвигать В соцсетях Он не хочет себя показывать Либо же, наоборот, у него все в порядке То есть с ним все хорошо Потому что он не нуждается в том, чтобы лишний раз ему сказали Слушай, какой ты классный Он так знает, что у него все хорошо И поэтому он как-то так делится просто тем, что видит Интересно то, что, знаете Мне кажется, у нашего народа такая ментальность Что мы немножко закрытые А как так получилось, что мы настолько активно пользуемся Инстаграмом? Знаете, я бы смотрела на этот вопрос по-другому Как мне кажется, народ Якутии Можно это так называть? Вот эта черта вызывает у меня, правда, искреннее восхищение и уважение Не забывая свои корни и свои традиции На самом деле город Якутийск очень прогрессивный И это правда Если сравнивать его с другими городами То по России я имею в виду С такой же инфраструктурой То Якутийск в этом смысле очень и очень В первых рядах Поэтому это такая особенность Сохранять корни Сохранять традиции и делать что-то новое Пробовать что-то новое Это очень уникально Я бы сказала так Развиваться Развиваться временем Ну вот, давайте мы перейдем тогда сейчас к практике Давайте Посмотрим аккаунты Ну мы возьмем аккаунт номер один в России Ну да Сейчас это Да И попробуем узнать Какой же она человек с точки зрения профессионала Конечно, давайте не будем забывать Что это человек публичный И то, что ее фотографии носят такой публичный характер Это норма для этого аккаунта Ну что можно сказать на первый взгляд, допустим То, что очень много цветов Если уж привязывать к цвету Да, очень много цветов в фотографиях И это может говорить о такой эмоциональной нестабильности обладателя Потому что если мы устойчивы То, как правило, мы придерживаемся одной, более-менее одной гаммы Но здесь мы можем видеть, что данного персонажа Очень много различных фотографий Да, розовые, желтые, яркие, красные и синие То есть все цвета присутствуют Как будто бы человек еще не нашел себя Как будто бы эмоционально он еще не состоялся То есть Да А вот сейчас я хочу показать еще другой аккаунт Который как раз-таки совершенно противоположный Вот это Дима Билан Да Посмотрим его аккаунт Он у нас Если мы начнем Даже с первого взгляда, да, бросается Если мы начнем смотреть То видно, какие нейтральные цвета Какие спокойные, да Такие бежевые, белые, черные, синие То есть можно с уверенностью сказать Что этот человек уже находится в той поре Когда он, собственно, свой центр нашел Нашел, да Диляра, а можно я спрошу? Вот, да Чуть ранее мы сказали то, что работодатели смотрят Уже не резюме Да А именно страничку в социальных сетях Что они там ищут? Вот как нужно себя преподать, чтобы, возможно, работодатель вас принял на работу? Вы знаете, если говорить вкратце, да Я могу вам сказать точно, как бывший менеджер по персоналу И те, кто набирал людей То люди подбираются в компанию по ценностям Потому что если ценности компании и ценности человека совпадают Тогда у вас получится хороший тандем Что они там смотрят? Они смотрят, допустим, там, не знаю, кандидат очень ярко рассказал о себе Сказал, какой он коммуникативный, как он здорово общается Но при этом мы смотрим его соцсеть и там, не знаю, 50 подписчиков, да Или там 100 подписчиков То мы явно можем понимать, что что-то здесь нечисто, да Либо же смотрят, как он проводит время Если он говорит, что он занимается там здоровым образом жизни А сам на вечеринках проводит время Для Ары, большое спасибо вам за такую интересную беседу Спасибо вам Вы поднимаете важную тему Спасибо, Дель Ара А мы хотим подвести итоги нашей фабрики идей Что ж, мы раскрыли вам некоторые секреты Как сделать ограничитель для двери своими руками У нас получился вот такой замечательный котик Он состоит из холофайбера верхняя часть А нижняя часть из крупы И он такой тяжеленький Специально для того, чтобы держать, придерживать дверь Чтобы она не закрывалась И, не дай бог, не прищемила партик вашему малышу И она в форме конуса, вы заметили, да? Мы ее украсили цветами Также бисером и бантиком красивым А мордочку лица я нарисовала с помощью акриловой краски Девочки, еще знаете что? Вот мы сегодня говорим про цвета Я хотела бы нашим телезрителям показать Вот скоро весна у нас Как красиво носить палантины, платки Давайте Это очень-очень интересно Маша, это тебе Покажи первый вариант Да, мы подобрали такие простые способы Вот так вот складываете вдвое Платок на шею И вот через... Проводите вот одну сторону И вот эту петельку закручиваете И еще раз И придаете немножко объема И вот такой вот Так, а у меня получается тоже сложили вдвое Продели через конец Теперь оставшиеся части Углы мы поднимаем И завязываем так же сзади У нас вот так должно получиться Да, а мне достался вот такой очень простой шарфик Мы берем его просто Оборачиваем вокруг шеи Два раза Два раза И вот эти остатки мы возьмем и закручиваем И сделаем вот такое ожерелье Ах ты, здорово Дорогие телезрительницы Надеемся, что мы вас вдохновили Мы желаем вам быть всегда очень яркими Прекрасных вам выходных И увидимся с вами ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова